История нашей сегодняшней героини началась в далекой мусульманской стране. Однажды, открыв глаза, Мэгги увидела вокруг себя огромное количество детей, мальчиков и девочек. Это был приют, детский приют в Иране. Сколько ей тогда было лет, 3-4 годика, сейчас сложно сказать. Но уже тогда маленькая Мэгги поняла, что за место под солнцем ей придется бороться. Она никогда не знала своих родителей, были ли они живы или хотя бы один из них. Причиной, по которым эта маленькая девочка оказалась в таких тяжелых, нечеловеческих условиях. И последующая судьба, которая сложилась настолько трагически. Она жила в этом приюте до 9-летнего возраста. После чего, по мусульманским законам, мальчиков и девочек расформировывают по разным приютам. На новом месте жили около 400 девочек. Там были круглые сироты, брошенные дети, дети преступников. Родители, которые были не в состоянии обеспечивать или воспитывать своих детей, такие приходили навещать их раз в месяц. Мэгги тоже ждала, ждала и верила, что ее родные родители придут и навестят ее. Может быть, эта вера, надежда и давали ей сил выживать в этих тяжелых, нечеловеческих условиях, где за любую детскую провинность тут же следовало жестокое наказание. Там не было ни любви, ни ласки, ни снисхождения. Но Бог уже тогда хранил ее. Это был мусульманский Новый год. В приют должны были приехать гости из местных органов власти. Нас подготовили, и специально к этому случаю была шита новая детская одежда. Детей собрали и строго-настрого предупредили, что никто не должен двигаться и не издавать ни звука. Когда гости вошли, мы уже стояли и приветствовали их. Неожиданно жена одного из представителей власти спросила, «Кто из вас хочет получить подарок?» Минуту спустя я подняла руку. Женщина спросила, «Что ты желаешь, милое дитя?» Я ответила, «Я бы хотела получить куклу». После этого гости ушли. В конце того же дня люди, которые работали в приюте, взяли меня и отвели в ванную комнату. Они сняли с меня одежду и опустили в холодную воду. Они начали бить меня и бросили на пол. От удара у меня была сломана лодыжка. Я плакала и умоляла прощение, но уже было слишком поздно. После этого случая в течение нескольких недель я не ходила в школу. Однажды в приют приехала женщина. Это была красивая, богатая итальянка, которая хотела удочерить девочку. Когда ей показали детей, ее взгляд тут же пал на Мэгги. Но воспитатели начали отговаривать ее. Сказали, что эта девочка очень активная и что у них есть другие дети, которые более спокойные. Но женщину, казалось, уже не волновали. Ни их отговоры, ни другие дети. Она полюбила Мэгги. Казалось бы, вот оно, настоящее детское счастье, о котором мечтает каждый ребенок в приюте. Но не об этом мечтала Мэгги. Она мечтала и продолжала верить, что ее родные родители придут и заберут ее домой. Ни дорогие подарки, ни вкусная еда, ни уговоры женщины не могли убедить девочку уехать с ней. А на вопрос, почему, она ответила, потому что ты не моя мама и никогда ей не будешь. Сейчас сложно сказать, почему тогда так произошло, и Мэгги не может ответить. Но тогда это был настоящий шок для всего приюта, что девочка сама отказалась от удочерения. И она тут же попала в черный список, после чего отношение к ней еще больше ожесточилось. Это произошло, когда мне было около 12 лет. Работники приюта собрали меня и других девочек, посадили в микроавтобус, чтобы вывезти нас из приюта. Они хотели избавиться от нас. Мы не знали, куда нас везут. Дети плакали, потому что приют был для нас как родной дом. Когда нас вывезли, мы увидели, что нас везут в пустыню, потому что это было слишком далеко от города. Вскоре мы увидели поселение бедуинов. Они не имели постоянного жилья и переходили с места на место. Они хотели продать нас этим людям, оставить нас там и уехать. Мы плакали и просили, пожалуйста, заберите нас, не бросайте нас здесь. В тот момент, когда они выбросили нас из автобуса и торговали с покупателем, я воспользовалась этим моментом и мне удалось спрятаться. Я забежала в автобус и спряталась под последним сиденьем. Я пыталась не дышать и не сдавать ни звука, чтобы они не слышали меня и не знали, что я в автобусе. Когда мы вернулись и все вышли из автобуса, я со страхом вышла последней. И тогда они поняли, что я их обманула. Работники приюта взяли меня в виде наказания на три дня. Заперли в туалете без еды и воды. Они не приходили. Им было все равно, живая или мертвая. Слава Богу, что вода, которая предназначалась для уборки, была там, и я могла пить эту воду. У меня была подруга, но и она боялась приходить, потому что если бы кто-то узнал, ее бы жестоко наказали. Я даже не могла спать по ночам. Там было недостаточное место и очень душно. Через три дня они пришли и открыли дверь. Они вывели меня и начали оскорблять. Я была измучена и обессилена. И несмотря на это, они мне не дали никакой еды. После этого они начали дать мне самую тяжелую работу в приюте. Было еще много других тяжелых историй, которые происходили с Мэгги в приюте, где она жила, училась и работала до 17-летнего возраста, пока ее не выпустили во взрослую жизнь. Единственным возможным вариантом тогда было обучение на медсестру, на что она с радостью согласилась. После того, как я закончила свое обучение на медсестру, меня послали из Тегерана в южную часть Ирана. Это было самое ужасное место в стране, в котором я должна была пройтись первые 7 лет медицинской практики после обучения. Там не было никаких условий для проживания. Это были самые худшие условия жизни, которые я когда-либо видела. Не было ни воды, ни электричества. Был затяжной летний период с антисанитарией и змеями. И я должна была жить и работать, чтобы трудиться для страны. Я жила там несколько лет. После учебы Мэгги по ночам работала в больнице, где познакомилась с новыми друзьями. В этой больнице работал доктор, который все время подшучивал над ней и над другими медсестрами. Мэгги никогда не реагировала на его колкие фразы, а лишь спрашивала свою подругу, почему доктор позволяет себе такое поведение. Девушка советовала не обращать внимания, но держаться от него подальше. В ту роковую ночь Мэгги работала вместе со своей подругой. Когда доктор пришел на свое дежурство, увидев девушек, он тут же подошел к ним и предложил выпить вместе чай или кофе. Мэгги сказала, что у нее слишком много работы. Когда было уже глубоко за полночь, подруга предложила Мэгги пойти отдохнуть. А позже они сменят друг друга. Той ночью я была в больнице, на ночном дежурстве. Со мной работала подруга. Я первая пошла отдохнуть на три часа. Когда я спала, то почувствовала, что кто-то толкает меня. Я подумала, что это пришла моя подруга, которая хотела сменить меня. Когда я повернулась, я увидела большую темную тень. Я спросила, кто это? Я услышала голос, который сказал мне, это я. Когда он сказал, это я, я узнала голос доктора. Я испугалась и хотела убежать. Я начала кричать о помощи, но комната была слишком маленькая. Он схватил меня. Я изо всех сил боролась, чтобы выбраться. Я была хрупкая, а он был очень сильный. Поэтому я не могла с ним справиться. Доктор рвал мои волосы, бил меня и толкал. Я ударилась головой об угол полки. Я упала и потеряла сознание. В эту ночь он изнасиловал меня. Да, в эту ночь. Пусть Бог простит его. После жестокого избиения и насилия, Мэгги потеряла сознание. Ее нашла подруга. У нее была разбита голова, а от многочисленных ударов все тело было в гематомах и ссадинах. Тут же была поднята тревога, и Мэгги была оказана медицинская помощь. Доктор, совершивший это страшное преступление, спокойно закончил свое дежурство и отправился домой. Коллеги и друзья Мэгги начали уговаривать ее пойти в суд. Как оказалось позже, это был не единичный случай в больнице. Насилие совершалось как над пациентками, так и над персоналом. Но девушки молчали. Они боялись позора, унижения и даже наказания. Да и что может доказать женщина в мусульманской стране, где все ее права – это отсутствие каких-либо прав. Что на тот момент переживала наша героиня, сейчас очень сложно передать словами. Но тогда это была боль не только ее тела, не только души, но и всего ее существа. Кому она, молодая, красивая девушка, тогда взывала, кого умоляла о помощи. Она молила Бога. Какого, она тогда еще не знала. Но она точно знала, что не того, которому поклонялись все эти люди, которые ее окружали. После проведенного обследования выяснилось, что Мэгги почти полностью потеряла слух. Это произошло от сильного удара головой. Исцеление от Бога она получила намного позже. А пока ей нужно было продолжать бороться за свою жизнь. Она перестала выходить на работу, а через некоторое время узнала, что беременна. Когда ребенок родился, мать доктора-насильника забрала ребенка. Вы спросите, как это возможно? Да, для современного цивилизованного мира это практически немыслимо. Но я хочу вновь напомнить, что мы сегодня говорим о мусульманской стране, Иран, где существуют свои дикие законы. А также я хочу напомнить, что Мэгги была сиротой. А девушка-сирота для тех мест – это как живая мишень. Согласно закону, в Иране люди не верят в браки с одной женщиной. Они признают многоженство. Они не уважают институт брака. Это часть закона. Это мужская страна, а не женская. Вы можете себе представить, какое положение там у женщин. Когда я родила своего первого ребенка, мою дочь, она не могла кушать никакой искусственной еды. Я была единственным ее источником питания. Именно таким образом Бог помог мне видеться с моим ребенком, так как она могла выжить только с грудным кормлением. Поэтому доктор и его мать просили, чтобы я часто приходила и заботилась о ней, хотя это было нелегко. Но это была моя ответственность. Они воспользовались моими материнскими чувствами, чтобы осуществить свои злые планы. Эта женщина настаивала, чтобы я находилась с моей дочерью и заботилась о ней. Однажды вечером, когда я ухаживала за ребенком, ее отец вернулся домой. Этой же ночью я снова подверглась нападению. Все это было заранее спланировано. Мне было очень трудно защищаться в их доме. Он толкал меня, душил меня, пытался меня убить. Затем он снова изнасиловал меня. Утром я чувствовала себя, как мертвая. Я поднялась с кровати со слезами и молилась Богу. Я увидела бегущую ко мне дочь и нашла в себе силы. Я поняла, что это был план его матери. Она ехидно улыбалась. В тот же день я хотела выйти из дома. Но я обнаружила, что все двери дома внутри и снаружи были закрыты. Доктор и его мать заперли меня на месяц. Они сказали, что мне не стоит никуда идти и что я должна оставаться с ними. Вы можете представить, какая у меня была жизнь. Разве это можно назвать браком? Это была греховная жизнь. В этот дом приходили их родственники. Но и они не признавали меня, смотрели на меня, как на вещь. Все это время я не имела права произнести ни слова. Все, что я делала, это исполняло их приказы по дому. Это было большое бремя на моем сердце. Но я ничего не могла с этим сделать. Со временем они стали мне доверять. И я попросила выйти на улицу за покупками для ребенка. Они согласились, но предупредили, в котором часу я должна была вернуться. Так мне удалось бежать. Через некоторое время я узнала, что снова беременна. Я не знала, мне оставить ребенка или сделать аборт. Но я верила, что Бог есть и понимала, что это невинный ребенок. Я решила родить ребенка, потому что он имел право на жизнь. Я поделилась этой новостью с отцом ребенка. И услышала обвинение, что это мог быть чей угодно ребенок. Но слава Богу, что он и его мать взяли ответственность за ребенка. Так как у меня не было ни работы, ни средств на существование. Когда пришло время родить, я пришла в госпиталь. И меня встретил тот же доктор, который принимал первые роды. Все знали, что произошло со мной раньше. После родов я услышала крик малыша. Когда пришло время кормить, всем матерям принесли их детей, но моего не было. Мне сказали, что ребенок мертв. Я не поверила и бросилась его искать, но не нашла. Но сердце матери ни на минуту не сомневалось, что ее ребенок жив. Только через 9 лет Мэгги узнала, что ее ребенка воспитывала та же женщина, у которой росла ее дочь. Невозможно представить сейчас, каким чудом ей удалось тогда добиться свидания со своими детьми. Но это произошло по великой Божьей милости. Сколько бы она ни умоляла этих людей, но речи о том, чтобы забрать своих детей, не могло и быть. Шли годы, а Мэгги продолжала переносить невероятные испытания и удары судьбы. Она вновь и вновь подвергалась физическому, психологическому и моральному насилию. Опасность, казалось, подстерегала ее на каждом шагу. Люди, а в основном это были мужчины, использовали ее, унижали, растаптывали и выбрасывали как ненужную вещь. Она ненавидела этих мужчин, она ненавидела людей, она ненавидела свою судьбу, тех, кто отнял у нее родных детей, кто украл мечту. Порой казалось, что она потеряла ориентацию в пространстве, во времени. Она не знала, в какую дверь ей идти, в какую стучать, кого просить о помощи. Казалось, что из этого адского круговорота нет выхода. И она не переставала задавать одни и те же вопросы. За что и почему? Через несколько лет Мэгги удалось переехать в Дубай. Но, несмотря на то, что она сменила страну, обстановку, обстоятельства в ее жизни не сильно изменились. Это была еще одна мусульманская страна со своими жестокими нравами, где Мэгги продолжала переносить все испытания, которые встречались на ее пути. Только через много лет, когда она переехала на Кипр, обстоятельства в ее жизни полностью изменились. Остров стал для Мэгги благословением. И, как она сама позже скажет, это была для нее земля обетованная. Однажды вечером я шла по улице и думала о своей жизни. Мое сердце было израненным и обремененным. И в это время я начала переживать злые атаки в моем разуме. Ты безнадежна, ты безответственна и много других обвинительных слов. Я не находила ответов, потому что моя душа была разрушена из-за моего прошлого. Мое сердце было наполнено страхом, неуверенностью из-за того, что моя жизнь была в цепях греха. И вдруг через дорогу я увидела дверь, на которой висел крест. Я подошла к ней и поняла, что это была церковь. К сожалению, дверь была закрыта. Я решила прийти туда в воскресенье. Я пришла и встретила там пастора, много братьев и сестер во Христе, которые приветствовали меня. В глазах пастора и его улыбки я увидела любовь Христа, зовущую меня к себе. На этом месте я начала переживать Дух Святой и Его присутствие. Хотя я вошла в этот дом со своими проблемами, через несколько секунд меня наполнил мир. Когда началось служение, по моему лицу начали течь слезы. Я переживала Божье присутствие в этот день. После окончания службы я уехала домой. Каждое воскресенье я снова и снова была в церкви. Шаг за шагом Христос помог мне увидеть, как сатана пользовался моей жизнью. Начиная с моего детства, у меня не было никого, кто бы мог направлять меня и заботиться обо мне. Дьявол путал меня постоянно. Я была жива, но чувствовала себя мертвой. В моей жизни не было плодов и не было любви. Я была отделена от Божьей любви и далека от Его планов. Я не знала, что со мной происходило. Моя жизнь проходила посреди всего этого. От двери к двери я просила о помощи, но все, везде и всегда, только использовали меня, ненавидели и отвергали меня. Я не знала, куда мне идти и кому мне обращаться. Я благодарна Богу за то, что Он привел меня к правильной двери, когда я проходила по той дороге, потому что там встретил меня Иисус Христос. Шаг за шагом я получала слово от Бога в этой церкви. Он учил меня, как мне любить даже тех, которые избивали меня с самого детства, тех, кто разрушил мою жизнь, тех, которым я обращалась за помощью, а они предлагали мне змею, тех, которые били и плевали на меня. Он показал мне, как любить и простить даже тех, кто отобрал моего любимого ребенка, тех, кто сказал, что мой ребенок мертв, простить каждому из них, любив врагов своих. Я приняла это слово через дела братьев и сестер, которые я увидела в этой церкви. Я старалась ходить туда каждое воскресенье. Я увидела любовь и действие. Это было подтверждение Божьей любви ко мне. Я увидела, что принадлежу к семье, Божьей семье, семьи, которой у меня никогда не было. Я чувствовала себя, как маленькая птичка, которая хотела летать и делиться этой радостью и этой надеждой, которую Господь дал мне в моем сердце. Мое сердце и моя душа обрели жизнь, и я осознала цену моей новой жизни. Я начала жить в свободном, в Его любви, согласно Его воле. Господь вел меня в своем свете, как маленького ребенка. Он показал, как не жить грехи и ненависти, и не оставаться в непрощении. Бог мне показал многие вещи через свою любовь. Он не только хотел забрать мои страхи и переживания, но и все мои грехи. Иисус хотел всю мою жизнь. Он ждал меня для этого. Я не знаю, сколько я еще буду жить. Два года или двадцать лет. Я этого не знаю. Но я уже дала Ему всю свою жизнь. Я счастлива и благодарна Ему за это. Потому что без братьев и сестер и семьи, которые Он мне дал, без их помощи, без их молитв, без их любви, я не могла бы найти свое призвание. Быть детем Его – это значит отвечать Его любовью. Это то, что Христос сказал. Потому узнают все, кто вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Я счастлива и хочу сказать еще одну вещь. Мое сердце всегда ожидало Иисуса Христа. С самого детства оно было открыто. Бог держал его открытым. Не имеет значения, какие неправильные вещи происходили в моей жизни. И даже если я не понимала, почему они происходили и какие причины были для этого. Сейчас Господь дал мне даже больше того, о чем я молилась. Он услышал меня и восстановил меня. Он научил меня терпению. Научил любить Божий народ и слушать Его, быть верной Ему. Через помощь моих братьев и сестер, которые поощряли меня молиться и поклоняться Богу, и слышать Божье Слово, я жила. Я вижу силу Его света, любви и благодати, которая сильнее силы тьмы и врагам. Он разорвал все цепи, и они уже не властны надо мной. Сейчас я вижу силу Его присутствия в лицах тех, кого Он послал мне на моем пути. Я встретила Христа через мои страдания, а особенно через Его милость и любовь. Уже четырех года, как Бог услышал мою молитву, чтобы дать мне семью, и Он дал мне ее и ведет меня своим святым духом до сегодняшнего дня. Я благодарна Богу, что Он исполнил свои обещания, потому что Он никогда их не нарушает. Но я никогда этого не знала. Все, что я знала до этого, что я жила в мире разрушений, лжи, неисполненных обещаний, обманов, обманов, обманов. Сейчас я вижу Божью силу, которую ничто не может победить. Субтитры создавал DimaTorzok